Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и верите ли вы в то, что на самом деле жилейный медведь Валерка — живое существо? Это теория заговора познавателя, и я попытаюсь вам доказать то, что Валерка не тот, за кого себя выдаёт. Первое, что мы разберём, это имя Валерки. Валерий, Валерия, странно ведь то, что я то, как и мужское, так и женское имя, и мы можем сделать одно. Валерка — это оно. Но, знаете, давайте рассмотрим глубже, точнее, ниже. Ведь если мы присмотримся к этой фотографии Валерки, мы ничего там не увидим. Я знаю, это самое такое тупое, что мог взять я. Но, ребят, гениталий там нету. Как так? — спросите вы. А я вам отвечу лишь одно. Медведь — неземное существо. А быстрее он инопланетянин. Который прилетел к нам с другой галактики, в редком состоянии. Он был как вода, в то время как познаватель его нашёл, и сделал из него фигуру. Медведя. Знаете, я ничего не утверждаю. Но от этой теории у меня аж мурашки по коже пошли. Ещё одна теория, которая меня кинула просто в пот. Ведь она очень похожа на мои потерянные эпизоды. Он силой мысли заморозил ребят. Они таки стояли там вечно. Которые вы, кстати, можете увидеть у меня на канале. Я предлагаю взглянуть вам на этот отрезок из видео. Не открывай. Ну как это? Ну не надо. Так, ну... Как мы видим, около дверей стоит всего две пары обуви. Это означает лишь одно. Что познаватель живёт один. Ведь одна пара это туфли, а другая кроссовки. Медведь управляет собой сам. Это значит, что он живое существо. Ещё мы видим то, что... Руки познавателя на столе. Он не может им управлять. Это ещё раз подтверждает эту теорию. Но я не останавливался на этом. Также в конце этой серии мы можем услышать, как Валерка уходит из дому. И когда познаватель у него спросил, Валерка, куда же ты? Он ответил лишь одно. Лес. Странно, что он не ответил в озеро или ещё куда-то. У меня до этого только мурашки по коже. Ведь лес. Лесной дух. Это могло означать лишь одно. Что Валерка. Лесной дух. Которого призвал познаватель. Также, если мы сами введём в поисковике Ютуба Познаватель. Или же Желейный медведь Валерка. Что более правдоподобно. То нам выкинет Лишь видео с Валеркой. Которые добились неимоверных просмотров. Да что там, даже моё видео набрало много просмотров. Это подтверждает то, что Валерка посланец дьявола. Или же просто познаватель продал душу дьяволу За то, чтобы Валерка был всегда популярным. И теперь каждый, кто делает видео с Желейным медведем Валеркой Становится просто популярным. У него... И деньги, и популярность, и всё есть. И это страшно. Знаете, на этом я уже хотел заканчивать своё видео. Но в последний момент я вспомнил О просто нереальном. И сейчас я говорю о враге Валерке. Желтобрюху. Всё бы ничего, но Они оба любят сладости. И знаете, это одновременно смешно И странно. Как сладкая может любить сладости? Это ещё больше выдаёт то, что Валерка не тот, за кого себя выдаёт. Но на самом деле Желтобрюх ещё хуже. А особенно его речь. Он говорит, как будто парень из села. Или же как клон. Что более имоверно. И знаете, я не могу отключать тот факт, что Валерка это брат познавателя. Который был великим учёным. Но всего лишь один неудачный эксперимент. Валерий был человеком. И знаете, не простым человеком. Он был учёным. Учёным. Великим учёным, который мечтал Создать машину для клонов. Чтобы клонировать себя и других людей. Но что-то пошло не так. И мало того, что он Создал Желтобрюха Неудачную копию себя. Он ещё себя угробил. Из-за этого мы можем сказать только одно. Что Желтобрюх Это и есть Валерка. Просто Неудачный его клон. И знаете, что я вам хочу последнее сказать? Я не знаю, Лету Относится к теориям или нет. Но реакция детей на Валерку. Одна моя подписчица Она же моя знакомая Прислал мне это видео Как ребёнок реагирует на Железного Медведя. Ну что, выпей отраву, тварь. Валера! Я говорился, выпей! Знаете, вроде бы ничего такого особенного. Ребёнок просто переживает за Валерку. Но почему он не переживает так же само за других героев? Других мультиках? Только лишь Валерка. Это ещё раз подтверждает то, что Валерка от сатаны. На этом всё. С тобой был Сергей Онис. Ставь лайк, подписывайся на канал. Рассказывай об этом видео своим друзьям. Ведь нам нужно вывести эту на правду. И помни. Это всего лишь маленькое соглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!